Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 8, 40 по 44 стих. Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ждали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. И папа к ногам Иисуса просил Его войти к нему в дом, потому что у Него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды Его, и тотчас в течение крови у Ней остановилось толкование. По настоянию нужды Он преподает к ногам Иисусовым. Хотя бы Он и без настоятельной нужды должен был пасть перед Иисусом, исповедовать Его сущим Богом. Однако ж, бывает, что и скорбь побуждает людей к избранию лучшего. Почему и Давид сказал, не будьте как конь, как лошадь немыслинный. Несмысленный. Несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе. Давай дальше читай. Как если кто-нибудь обратит глаз к сияющему свету или поднесет хворост к огню. Они, свет и огонь, тотчас оказывают свое действие. Так и жена, принесшая веру могущему исцелить, тотчас получила исцеление. Ибо она ни о чем не думала, ни о долговременности болезни, ни о отчаянии врачей, ни о другом чем, но только веровала и спаслась. И, как кажется, она прикоснулась к Иисусу прежде мыслью, а потом телом. Дальше. Евангелие от Луки, глава 8, 45 по 48 стих. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшая с ним, Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему, пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему. И, как тотчас исцелилась, он сказал ей, дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Толкование. Господь, желая показать всему миру, всем веру жены, что подражали ей, и подать Иаиру добрую надежду о его дочери, обнаруживает то, что было сделано тайно. Именно он спрашивает о том, кто прикоснулся к нему. Но Петр, как смелый, упрекая его за такой вопрос, говорит, столько народа стесняет тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне, а сам не понимал, о чем спрашивал Господь. Ибо Иисус спрашивал, кто прикоснулся ко мне с верой, а не просто так. Ибо как всякий имеет уши, чтобы слышать, и однако ж, иной, имея уши, не слышит, так и в всем случае, иной прикасается с верой, а иной, хотя и приближается, но сердце его стоит далеко. И так Господь, хотя и знал жену, спрашивает, однако ж, для того, чтобы, как я сказал, и веру ее прославить, и начальника синагоги более обнадежить, спрашивает. И таким образом жену выводит на средину. Я чувствовал силу, исшедшую из меня. Иисус, будучи источником всякого блага и всякой силы, имеет и силы от Него исходящие. Христос вдвойне врачует жену. Во-первых, исцелил болезнь ее, а потом из страха души усмирил, сказав, Дерзай, дочерь, знаешь, что такое? Дочерь, дочь. Дочь, правильно, молодец. Так, ну и чему мы можем научиться из прочитанного? В чем смысл всего? Вот женщина страдала 12 лет кровотечения. Болезнь такая у женщин есть. Ну, надо иметь твердую веру. Да, этому учит нас отрывок. И он обнаруживает эту веру. Говорит, Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. И Аир, у которого дочка-то была при смерти, тоже, видя, что эта женщина исцелилась, его, тоже у него вера от этого окрепла, вера в то, что Господь и его дочь может исцелить. Как к нам это относится? Очень часто... Не отчаиваться, верить. Да, не отчаиваться. Если какая-то смертная болезнь приключилась у этой женщины, ну, хоть и не смертная болезнь, но хроническое, так скажем, такое заболевание. Много лет она мучилась этим. Однако она не отчаивалась, не опускала руки. У нее была искренняя вера. Так же и мы, видя, что Господь кого-то исцеляет по молитвам, вот, ну, из этих примеров и наша вера должна укрепляться. Вот. Встречались ли тебе люди, Василий, вот, которые также, которых также Господь исцелил от болезней? Тебя, Сергей? Еще примеры знаешь? Да. Ну, а в тебя, вот, то, что ты знаешь, что Господь меня исцелил от этой болезни, ну, у тебя от этого вера, что Господь и твою болезнь может исцелить, укрепляется? Укрепляется. Ну, вот, и я также молюсь, как меня исцелил ты от скудаумия, так и Василия исцели, и на Богу-то по вере нашей, как бы, вот. Он по вере моей и сына моего исцелил, и тебя исцелит. В это просто надо верить. А если у тебя веры в это нет, то мне одной моей веры недостаточно. Поэтому я тебе говорю, никто, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам этого не захочешь. Вот эта женщина кроточивая, она захотела, прикоснулась и исцелилась, и ты, если захочешь, прикоснешься ко Христу с верой, с верой, именно с верой. Так и толковательным, говорит. Кто прикоснулся ко мне? Ну, Господи, да тут столько народа, ты спрашиваешь, как бы, глупый вопрос такой. Ну, не глупый. А что Господь имел в виду, когда спрашивал, кто прикоснулся ко мне? Я чувствовал силу из меня, сшедшую. Ну, силу-то силу. А чем она отличалась от других, прикасаешься? Да, от прикосновения ее? Ну, она прежде прикоснулась умом, а потом уже коснулась. Ну, не умом, а как еще это слово назвать? Что в ней было? Почему она исцелилась, а другие не исцеляются? Крепкая вера. Крепкая вера, да. И это нам пример. Потому что многие люди, не имея веры, желают исцеления. Исцеление не происходит, потому что недостаточно веры. Но иногда Господь исцеляет по вере других. Мы читаем, когда, помнишь, читали, когда крышу прокопали и опустили сверху расслабленного. И написано, Господь, видя веру их. Ну, и толкователи толкуют, что либо веру тех, которые приносили, либо тех, кто приносили, и того, кого приносили. Ибо насильно-то не могли его принести. Ну, тут можно не согласиться. Он парализованный, чего его спрашивать. Схватили, да потащили. Раз он парализованный. И Господь мог его исцелить, чтобы его парализованного вера была. Он же понимает, что те его приносили-то по вере. Да и те бы, если бы не верили, не стали бы крышу прокапывать бы. Вот написано, Господь, видя веру, их дал исцеление. И здесь Господь, хотя и знал жену, спрашивает, однако же для того, как я и сказал, и веру ее прославить. То есть, прославилась вера ее через исцеление. Также и моя вера прославилась, что я верил, что Господь меня исцелит. А врачи мне говорили, что тебе нужно обязательно есть в пост мясо, и сметану, и пивом еще запивать. Да. Потому что химиотерапия была, и очень большая вероятность, что я мог умереть от белокрови, там, лейкоциты, от химиотерапии падают, и поэтому нужно поддерживать организм. И сегодня многие болящие, вот мама у меня страдает уже с сахарным диабетом, она себе льготу взяла, кушает растительное масло в те дни, в которые не должно вкушать. Я говорю, а ты благословение этого попросила? Да, нам батюшка сразу, перед началом поста сказал, поститесь все по мере сил. Многие у них и молоко, и мясо ели, то есть не постятся совершенно, не верят в то, что пост это на благо дан церковью, во исцеление души, в первую очередь, ну а потом и тело. А так лукавство понимает, говорю, мам, ну ты бы хотя бы подошла, попросила благословения у нее, потому что церковь, как любящая мать, дает снисхождение, и разрешается вино, и лей масло только разрешается, и то больным желудком, и пейте, и впредь употребляй немного вина для исцеления желудка. А здесь сахарный диабет, наоборот, казалось бы. Я вот всем советую болящим строго соблюдать пост с верой, и вы увидите, как Господь, видя веру вашу, в то, что пост может исцелить и душу, в первую очередь, ну а потом и тело, потому что тело и душа связаны, покуда мы живем на этой земле, в теле наша душа. Ну а у тебя, Василий, были такие случаи, когда ты заболевал и молился, или кто-то там молился, и болезнь вступала. Я знаю, что ты таблетки не пьешь принципиального. Почему? Игнать Тихонович научил. Игнать Тихонович научил. Вот. А до этого ты пил таблетки какие-то? Ну, пил туберкулезом, когда болит. Ну, ты еще не верующий тогда был. Ну, а сейчас, если не дай Бог повториться, будешь пить таблетки? Ну, почему? Ну, в желудок можно испортить. В желудок можно испортить. А можно от туберкулеза умереть? Веру, веру крепкую. Веру, если такая вера у тебя есть, чтобы без таблеток Господь силен тебя исцелить. Пожалуйста, дерзай, дщерь, как говорится. Дерзай. Ну, Богу многие, потому что прибегали к врачу вместо Бога. Вот это вот. Когда Богу не молятся, бегут по врачам. Там сроду не нужно было эту операцию делать там сестре на глазу. Нет, надо пойти, зрение улучшить. И что? А я говорю, не ходи, ты уже старый, пусть там глаз как видит. Это старость. Нет, пойду. И что? Все, сейчас вообще с одним глазом. Одного глаза вообще нету. Долечилась. Вот в том случае она надеялась более на врачей, нежели на Бога. Это не угодно Богу. Но также Писание говорит, что иногда, иногда и в руках врача бывает успех. То есть Бог нам не запрещает обращаться к врачам, которые изобрели эти таблетки, эти антибиотики. Вот. Они убивают микробы. Тут туберкулез, антибиотики из изианинезит. Вот. Его употребляют при лечении туберкулеза. Сегодня их используют докхантеры. Передозировка этого антибиотика приводит к усыплению бродячей собаки, которые кусают людей. Вот. То есть тоже врачи изобрели и люди по-разному их используют. Вот. Была бы такая вера у докхантера, перекрестил эту собаку, она бы и сдохла бы. Но нет такой веры. Поэтому они пробегают вот таким методом. Некоторые считают эти методы жестокими. А некоторые говорят, что нет, собака засыпает до того, отключается ее сознание, как она начинает задыхаться. было у тебя такое, Василий? Ну, исцеление по вере какой-то женщины. Или ты, может, кого-то исцелял своими молитвами? исцеляли, было. Когда, какое, расскажи, интересно. я тебе вроде рассказывал, но Господь Иисус Христос как бы бросил меня во тьму кромешную. Я не знал, где нахожусь. Нет, Василий, ты неправильно выражаешься. Господь во тьму кромешную никого не бросает. Человек, Господь есть свет. Он говорит, я есть свет. свет. А вот отсутствие Бога есть тьма. И человек сам смыкает глаза, выбирает грех и отворачивается от Бога. Господь никого никуда не бросает. Но другие скажут, а как же написано, что Господь ожесточил сердце фараона? Нет, Господь ни ничьи сердца не ожесточает. Фараон сам у него сердце жестокое такое было. Была грязь, комок грязи, сердце, и Господь сжег, светил на этот комок грязи, этот комок грязи засох, вот оно и сердце стало каменное. Сам Господь человек от солнца отворачивается. Ну и как ты сам отвернулся во тьме, в гиене там был, и как он тебя исцелил? Ты говоришь об исцелении души, то есть ты не созерцал этого мира, не понимал, что есть Творец. Об этом хочешь рассказать? Почему не об этом? А о чем? Ну о том, что я не понимал вообще я не понимал кто я, что я, где я. Ну когда это было? Сколько лет назад? Ну как бы небытие. Ну есть бытие, есть небытие. Ну это духовная болезнь твоя. Небытие. Ну вот ты находился в бытие, а я в небытие, в кровешней тьме. Ну не понимал кто я, что я, где я. Ну осязания не было этого мира. и долго это с тобой такое было? Ну продолжительное время. Год, два? Да больше. Пять? Когда это? Ну я не подсчитывал, но продолжительное время. Ну когда это началось? В каком возрасте? Ну не засекал я. Ну примерно в 30 лет, в 50. Да не засекал я. Просто это время выпало. Просто помнишь этот период в твоей жизни? время как бы не бытие, не бытие, время выпало. Чем ты в этот период жизни занимался? Ты работал? У тебя семья была? Все было. Все было, но ты не ощущался. Что значит не понимал кто я? Ну не бытие. Ну как я объяснить не могу как? Ну ты же произносишь эти слова? Что то ты подразумеваешь? Что значит не бытие? Ну кромешная тьма как Господь говорит брошу в кромешную тьму. Кого он тут бросает в кромешную тьму? Грешников. Грешников нераскаившихся. Когда бросает? Когда человек умирает? Ну а ты живой ты не умирал? Ну я не умирал но со мной такое приключилось. Я не могло с тобой такого приключиться? Ну я не могу объяснить ну ощущений вообще никаких не было не бытие просто просто не бытие не ощущение не не осязал этот Божий мир да не было связи с Богом у тебя связи с этим настоящим не было жил для себя эгоистом был я и сам себя не ощущал как лично ну знал что Василий меня зовут ну ощущение осязания не было кто что я это что ты нужный ну в зеркало посмотришь связи не было как бы осязанием то есть ты не считал себя личностью творческой может быть личностью еще такое понятие не знал для чего живешь не понимал смысла жизни ну понимал понимал что создал Бог все это ну а потом что произошло как ты вдруг свет тебя осиял с неба как ты стал ощущать сейчас ты себя ощущаешь или ты опять во тьме проходит это все или как ну до конца не знаю прошло не прошло то есть ты сейчас не знаешь во тьме ли ты или во свете божьей не можешь сказать то есть ты ну как бы по привычке и что-то осталось плотское осталось медлительность лень вот это сделать кое-как небытие вот это ну небытие плотское я ощущаю себя как бы нужным полезным человеком дармоед паразит правильно небытие как небытие ты есть существуешь ну ты дармоед и паразит ну существую то существую но я этого не ощущал не осязал это осязания не было любви у тебя не было как бы пропуск провалился в небытие все любви у тебя не было наверное да ты когда-нибудь ну почему любовь там была ну это страсть у тебя была к женщине любовь к людям к богу была у тебя есть ли она у тебя сейчас но есть у тебя такая вот там существо там птичка кошечка собачка там про которую ты сказал что ты любишь любишь в общем всех люблю да всех любить невозможно кого-то 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 любишь любишь кошек или собак а людей или собак среди людей верующих или не верующих вот вот видишь у тебя градация любви то правильно так всех любить одинаково невозможно кого-то любишь больше кого-то меньше и господь у него был любимый ученик иоанн возлежал так и написано в евангелии которых любил больше поэтому те которые я всех люблю значит ничего нет поблагодарим Бога пойдем во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Слава тебе Боже Нас Слава тебе Боже Нас Слава тебе Иисусе Христе Сыне Божий Аминь Благодарим Тебя за научение Благодарим Тебя за научение нас грешных что Ты не перестаешь нас любить и терпишь нас Аминь